Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Новый весенний призыв длится ровно две недели, а многие призывники до сих пор не привыкли к мысли, что скоро надевать военную форму и отправляться служить. Бояться армии не надо, сегодня об этом напомнит Владислав Деев, военный комиссар Рязанской области. Первый итог то, что призывные комиссии отработали без срывов в соответствии с своими планами, которые утверждены губернатором Рязанской области и главой муниципальных образований. На сегодняшний момент принято порядка 500 решений по нашим призывникам. Как вы оцениваете качество сегодняшних защитников Отечества? Подготовленность ребят к военной службе, да, она выше, чем была раньше. И моральная готовность пройти эту службу. Показатель годности по состоянию здоровья у нас улучшился порядка на 3%. То есть это говорит о том, что работа, проводимая в Министерстве здравоохранения области совместно с военным комиссариатом, она дает свои положительные результаты. Плюс еще нельзя забывать о том, что в область действуют и президентские программы, и губернаторские программы по оздоровлению населения. Куда вы планируете направлять наших мальчиков служить? Ребята наши традиционно проходят службу на территории, скажем так, западного военного округа. Территория, конечно, большая. Сюда входит и Калининградская область, и Северный флот. Ну, в основном это центральный федеральный округ. А какие предпочтения у самих призывников? Ну, самое большое предпочтение, или самое большое количество желающих проходить службу в определенных войсках, это ребята хотят идти служить в Водовое, естественно. Ну, Рязани, столица Водовая. Обманывают обычно в том плане, что не хотят идти в армию. Бывает так, что ребята обманывают вас для того, чтобы наоборот пойти служить, что здорово, все хорошо? Для того, чтобы пойти служить, обманывать не надо. Поэтому здоровье крепкое, вопросов нет, никаких преград ребятам мы не строим абсолютно. Сегодня престижно служить по контракту. Много ли желающих? Служба по контракту, она, как раз, является стабильной и дает уверенность в завтрашнем дне. И желающих, и нельзя сказать, что у нас очереди стоят на пункте отбора граждан на военнослужбу по контракту, Но то, что к нам люди идут, люди идут и высказывают свои пожелания, где бы они хотели проходить службу, это да и есть. Сейчас идет переход на пластиковые военные билеты. Это уже началось, да? Мы начали этим заниматься позапрошлого призыва. У нас сейчас действуют два центра. Это Санкт-Петербург и Московская область. Насколько это все облегчает вашу работу в будущем? Ну да, это сейчас нам усложняет работу, скажем так, да? Для того, чтобы облегчить потом. Да, чтобы потом облегчить работу в будущем. Вы понимаете, пластиковая карта, она несет в себе очень большой объем информации. Ребята приходят на службу вооруженной силы по призыву, она заносится, как говорят, новая информация. Те же самые должности, звания, техника, на которой боец служит, вооружение, которым он обладевает. Потом эта информация, она приносится в наши учетные данные, когда солдат после демобилизации приходит в отдел военного комиссариата, становится на воинский учет. А потом эта карта, она действительно остается за гражданином до конца жизни, будем так говорить. Потому что отслужил по призыву, поимел желание пойти на контракт. Он опять с этой карты приходит в войсковую часть. Опять заносится какая-то информация, понимаете, что он проходит службу по контракту, номер контракта, номер должности, опять воинское звание. Все очень современно, динамично. Да, да, да. Плюс там на этой карте есть и такие параметры, как показатели здоровья, приносимость лекарств. Там много чего есть. Вот мы, например, собираем 58 пунктов из той информации, которая будет заложена в этой карте. А там, где всего, для солдат срочной службы, порядка 100 с лишним пунктиков, которые будут там находиться. Там и рост, и вес, и размер обмунирования. То есть все, что необходимо для обеспечения солдатами. Какие еще изменения в ближайшее время грядут? Ребятам, которые имеют высшее образование, предлагаем на заседаниях признанных комиссий в муниципальных районах поменять службу по призыву на службу по контракту. Предлагаем письменно изъявить свою волю, свое желание. Если гражданин отказывается от службы по контракту, мы продолжаем его призывать. Право не с ним, все оставшиеся мероприятия связаны с призывом. Если он желает пойти служить по контракту на два года, то он уже от нас уходит с оформленным личным делом. На пункт отбора граждан на военнослужбу по контракту и отправляется служить по контракту. Почему так? Потому что, ну, во-первых, высшее образование у ребят, тем более нашего региона, вы сами знаете, что вузы специфические, взять ту же самую нашу техническую академию. Гражданские специальности, родственные военные специальности. Что позволяет ребятам более быстро войти в должность своей, в воинские. Почему два года? Потому что, ну, не проходили службу по призыву, да? Значит, ну, вроде как пробный шар сделать, да? Пойти служить по контракту, но на два года. Два года для контрактника ничего абсолютно не дают. То есть, первое вступление в ипотеку после трех лет, после первого контракта. Первый контракт длится три года. Вот. Самый большой плюс сейчас у контрактников, будем так говорить, да? То те, кто пойдут на два года, они не смогут вступить в ипотеку, если не продлят свой контракт. То есть, им дают шанс посмотреть, что это такое. А почему есть, многие принимают решение пойти на контракт, потому что, ну, ребят взрослые, грамотные, понимают, что служба по призыву, это жизнь и быт в части по распорядку дня, будем так говорить, служба длится от подъема до отбоя, да? А служба по контракту на основании регламента рабочего времени. То есть, поставил командир части, начало рабочего времени, 9 утра, заканчивается рабочий день, 19.00, двухчасовой обед, обеденный перерыв. Вот так контрактники и служат. Получают денежные удовольствия, как и все остальные контрактники, то есть, не две тысячи там с небольшим на руки или на пластиковую карту, а полнокровные денежные удовольствия, мы считаем так, мы числим его от 20 и выше. Почему здесь нельзя сказать о конкретных цифрах? Потому что денежное задержание военнослуживания состоит из многих частей. Самые основные части – звание и должность. Но потом идут различные надбавки, которые доходят от 10%, а даже от 5% до 100%. Сюда входит надбавка за выслугу лет, надбавка за работу с документами, составляющими какую-то государственную тайну, надбавка за физическую подготовку, ну и так далее и тому подобное. Поэтому тут мы и говорим, что от 20%. Есть контрактники, которые получают от 150 и выше, рядового сержантского состава. Ну и по традиции я прошу пару слов сказать мамам призывников, которые до последнего уверены, что их домашние мальчики пока не готовы к тому, чтобы защищать Родину. Мамы могут быть спокойны и должны все понимать, что, во-первых, служить обязан каждый. А как они будут служить и что ждет их в подразделениях воинских, Милос, прошу к нам. Мы после каждого призыва организовываем поездки в войсковой части совместно с Рязанским региональным отделением ДОСАФ России после голосования с главным федеральным инспектором по Рязанской области Сафроном Владимировичем ездим в войсковую часть, где проходят службу наши призывники в большем количестве. И там командиры нам показывают, и нам, как сотрудникам военного комиссариата, и родственникам, и родителям, и будущим призывникам показывают все от начала до конца, ничего не скрывая. Последняя такая поездка была в учебный центр вооруженных сил Ковров, город Ковров, Владимирской области, где находится много подразделений войсковых частей учебных. Вот, там во всех этих частях нам собрали ребят наших, порядка 30 человек. Но не скрывая ничего, рассказали, как они проходят обучение. Родители и родственники посмотрели своими глазами, как они, в каких условиях они живут, что они, чем занимаются, на каких тренажерах они проходят занятия, обучение. Поэтому все остались очень довольны. Поэтому я думаю, что бояться ничего не надо, надо быть спокойным, уверенным, что дети попадут в нормальные руки, нормальных командиров, все у них будет хорошо, придут повзрослевшими, поздоровевшими, повумневшими ребятами. Спасибо за эти 10 минут. Родителям я желаю поменьше нервничать, девушкам обязательно дождаться, а юношам достойно служить. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова